Ребята, это большая проблема для меня, потому что я реально не понимаю, как пойти домой, то есть, ааа, чёрт подери, что это за мир такой? Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Рома и добро пожаловать в кровавую историю Фрии. До идущей серии мы не будем вспоминать, что делали, потому что в сегодняшней серии произойдёт знаменательное событие, мы отправимся в новое измерение. Нет, я сейчас на полном серьёзе, я когда начинал снимать эту серию, я такой подумал, чёрт подери, а где мы были? Мы были, по сути, только в аду и в реальном мире, и всё, это все измерения. Этот мод добавляет какую-то сверхъестественную скорость, бамбук, биоскорость, цветки крапивы, хрустящую лапку паука-птицы еды и всякое такое. Короче говоря, нам нужно сначала скрафтить портал, благо создаётся он довольно-таки просто. Нам понадобится гаианов, замковый камень, а также листва и самые обычные вот такие вот кирпичики. Всё, давайте листву сейчас быстренько добудем, гаианов камень скрафтим, а ещё кое-что. О, чуть не забыл, посох гаи, делается он вроде как тоже довольно-таки просто, это лоза, палочки, золотой слиток и какая-то гаиановая драгоценность. Ну-ка, ну-ка, давай-давай-давай, пожалуйста, отлично, получилось, драгоценности, грёбанный дождь, как же я тебя ненавижу, пошёл в жопу. Обожаю, когда он меня слушается. Ну и всё, по сути, всё, самое сложное скрафчено, осталось только чуть-чуть добавить щепоточку камня, листвы и готово. Типа, знаете, я не особо эксперт, где ставить этот портал, поэтому поставлю я его, наверное, около портала в ад. Ну, знаете, типа, это красиво, два портала рядом, они вроде как светятся, они вроде гармонируют и так далее. Короче, вот, каменные кирпичи, дубовые листья, гаианов замковый камень и... где посох? Немножечко волнуюсь, потому что, чёрт подери, мало ли у меня что-нибудь вылетит, или ещё какая-нибудь петрушка произойдёт. Я ставлю этот самый гаианов замковый камень сюда, нажимаю посохом и, о, господи, получилось! Хорошо, Рома, всё, давай, не боимся, на счёт три, раз, два, три! Еее, чёрт подери, новое достижение, тайное под миром. У-у-у-у-у, интересно! Ну да, конечно, кто бы знал то, что здесь будет так темно, я же нихрена не вижу. Подождите, это что, это типа портал? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, а как я попаду домой? Как мне попасть, мать вашу, домой? Ребята, это большая проблема для меня, потому что я реально не понимаю, как пойти домой. То есть, а, чёрт подери, что это за мир такой? Ребята, мне дико повезло, прямо сейчас у меня вот в этом бэкпаке красном было 28 блоков дуба, я сейчас возьму, добуду здесь булыжник, и благо из этого булыжника можно сделать печку, и потом я сделаю себе древесный уголь, всё! Вот, видите, да, из этого булыжника действительно можно сделать печку. Слава тебе, господи, я уже реально думал то, что я сейчас без света здесь останусь. Давай, дуб, плавься, чёрт подери! Фух, факелы появились, свет появился, всё вроде как нормально, и я слышу каких-то монстров. Да, прямо сейчас я слышал каких-то то ли летучих мышей, то ли ещё кого-то. Мы сейчас попробуем туда прокопать и посмотрим, что там вообще такое. Ага, смотрите-ка, это действительно какой-то зеленоватый мир. Ну, судя по лозе, которая там использовалась, я сразу понял то, что здесь практически всё будет в растениях, и здесь действительно всё такое зелёное. Ничего не вижу, чё там происходит, давайте хотя бы факелов покидаем. Вооо, другое дело, кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Алло, я вижу какой-то никнейм или что это такое? Упс, я нечаянно упал, соря, охренеть. Вот это да, красиво на самом деле, я сейчас серьёзно красиво. Мы находимся на 37-й высоте. Ух ты, вы только посмотрите, что я нашёл. Янтарь! Во, 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 господи, что это такое? Иди отсюда, бэби зоотавр. Новое достижение, звериный щит. Аааа, господи, Грю, идите в пипиську. Так и мне же интересно посмотреть, что это за янтарь такой. Подождите, я не янтарь добываю, а какое-то стекло. Ааа, у меня, походу, автоплавка работает. Мне нужно добыть это с помощью обычной кирки, вот видите, да, янтарь-то падает, идеально, посмотрим, можно сделать кирпич, можно сделать стекло, ещё одно стекло, ещё кирпич и всё. Пока что я не особо понимаю, мать вашу, что мне нужно делать в этом мире, капец, да вы чё серьёзно так пугаете-то, ну нафиг, всё, пошёл я домой, пошёл я домой, а чёрт подери, я же домой вернуться не могу. Ну ё-моё, ну откройте мне этот грёбаный портал, кто же знал то, что понадобится сразу два посоха, почему меня никто не предупредил, ёперный театр? Припёрся я, значит, в какую-то непонятную шахту и сразу же сходу нашёл лазуритовую руду, удивительно, а это у нас что такое? А это у нас железная руда, ага, эребусовская, кстати говоря, или как её можно ещё назвать, эребусовская, ну да. Опачки, а вот это уже интереснее, руда окаменелого дерева, давайте добудем с помощью, знаете чего, с помощью кирки мщения, потому что если добудем, то сразу много, а это ведь так важно. И, по-моему, эта хреновина нам действительно в дальнейшем понадобится, потому что из неё можно сделать точильный камень, незачарованно кружите точильным порошком, чтобы увеличить уровень. Опачки. На первый взгляд, этот мод кажется довольно простым, но что-то мне подсказывает, что он нихрена не простой, потому что здесь, по-моему, даже боссы добавляются, но это не точно. Эм, ребят, вы только посмотрите, без шейдеров здесь намного светлее и красивее, серьёзно, давайте, наверное, всё-таки без них играть. Так, 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 подождите, что это за хрень сейчас была? Самка, паука, птицу Еда, вы сейчас серьёзно? Я нашёл какого-то босса? Эээ, ребята, мне немножечко страшно, я не понимаю, где эта самка находится, и самое главное, куда я вообще пришёл? Это какое-то то ли болото, то ли не болото. Боже, где эта самка находится? Мне ведь действительно интересно. О, посмотрите, это же пауки в естественной среде обитания. Что мы можем сделать? Мы можем полюбоваться ими, посмотреть, или просто вломиться и убить их. Перед всем этим я готов вам кое-что показать. Место Эссеншел Крафта. Смотрите, я нашёл целых 4 сундука, здесь у нас сгущённая кровь, какое-то колечко, куча всякой непонятной фигни. Но всё-таки самое важное, это действительно сгущённая кровь. Смотрите, 43 штуки, потом добываем ещё здесь, уже 51 штука появляется, и, о, господи, я богат. Ну что, самочка, я пришёл к тебе, встречай... О, господи, что это, мать твою, было? Валим отсюда, валим, валим, пожалуйста, спаси, помоги! Ничего себе, у неё там детишек, паучок, птицеед, вы посмотрите, у них хоть и по 10 жизней, но их реально там дохренища. И как я должен драться? Тут, как бы, самая важная проблема, у меня нету еды. Почему я до сих пор не сделал себе бесконечную плоть, которую можно кушать и кушать? Блин! Может, жало осыхать, а мы можно съесть? Пожалуйста, нельзя! Чёрт возьми, у меня вообще еды нет никакой, я же даже не регенерирую, может, сгущенную кровь, кстати, можно? Давайте попробуем. НЕТ! Короче, очистил я здесь себе немного пространства и понял то, что драться здесь действительно тупо нельзя, потому что вы только посмотрите, во-первых, много паутины, во-вторых, эта самая самка постоянно прыгает и спавнит ещё больше паучков. Пипец, она громко прыгает, вы только посмотрите на это, и сразу же спавнится ещё пауки-птицееды. По-моему, она прыгает только тогда, когда я убиваю старых. А-а-а, хватит прыгать, тупая ты самка, хватит прыгать, дай мне до тебя добраться, иди сюда, тварь, иди, а-а, я не хочу умирать здесь. А-а-а, нет, я попал в паутину, пасите, помогите, господи, я не хочу умирать, я не хочу умирать, умри, пожалуйста, самочка. Не-не-не-не-не-не-не-не, я сейчас в это поверить не могу, почему её нельзя убить? Эй, самка, алло, самка, ну ты чё? Давай выйдем, поговорим, а-а-а-а, господи, пожалуйста, 3 хп, 3 хп, надо вернуться домой срочно. А-а-а, как мне вернуться домой? Мама, помоги, забери меня отсюда. Что мы в итоге имеем? У меня всего лишь одно сердечко, у меня половина сытости, я не могу вернуться домой, и я просто в западне, серьёзно, я не знаю, что мне делать. Я просто ума не приложу, мне срочно хотя бы еду найти надо. Кто-нибудь супер-пупер слабый, заспавнитесь, пожалуйста, мне сейчас вы очень нужны, я хочу вас убить и съесть, эй, кто-нибудь? Господи, только не это, подождите, где я заспавнюсь, где я заспавнюсь, не-е-е-ет, хотя, да-а-а! Так, во-первых, мы создаём себе новую драгоценность, спасибо большое, и потом из неё создаём новый посох, наконец-то. Пипец, так непривычно видеть пустой инвентарь, я в шоке, я его вижу пустым уже на протяжении, наверное, двух или трёх минут, ого! Ох, еле-еле я до сюда добрался, здравствуйте, давайте телепортируйте меня и сразу же активируем, да, чёрт подери! Почему? Вот просто скажите мне, почему здесь сразу портал не был активирован, что это за бред такой, почему так надо было делать? Снова пришёл в это самое измерение, и знаете, что я понял? Я снова тупица, я с собой еды не взял, ну, благо я нашёл ту самую могилу, мы забираем абсолютно все свои вещи, и, конечно же, одеваемся, куда без этого, вот, например, что надо надеть, ангельское кольцо, а, нет, стоп, оно у меня, оно у меня просто здесь будет валяться. Теперь, когда проблемы действительно решены, что же я думаю? Я думаю то, что пора валить отсюда, ребята, это, конечно же, прикольное измерение, но здесь, ё-моё, здесь птицееды неубиваемые, что мне с ними надо делать? Нихрена ж себе, вы только взгляните, кого я нашёл, ого, 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 он прямо сейчас в землю ушёл, а, пупеть, это у нас крас какой-то, а ты кто такой? О, вот, о, вот, серьёзно, здравствуйте, мистер О, вот, до свидания, мистер О, вот, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, извините, извините, я сейчас не хочу умирать, просто дайте мне вернуться домой, я не хочу сегодня умирать, ух ты, какая красивая поляна. Спасибо вам за всё, машу рукой, до свидания, ребята, надеюсь, меня телепортируют домой, слава тебе, господи, хе-хе-хе-хе, наконец-то мы дома, а-ха, никогда бы не подумал, что так буду рад. Наконец-то я могу поспать, да, чёрт подери, сейчас такой сладенько посплю, денёк начнётся, и можно просто даже не думать о том, что мы ходили в это измерение, потому что это просто кошмар какой-то, не в том плане то, что измерение ужасное, в том плане то, что я реально будто в кошмаре очутился, вот это реально просто страшно, было то, что ты потеряешь всё. О, представьте то, что если бы я там умер, и потом там же возродился, что бы я тогда делал, у меня просто вещей бы не было опупеть, я бы просто заново начал выживать. За всю эту поездочку в это измерение, я понял только одно, мне срочно нужна бесконечная еда, потому что каждый раз создавать эти тосты, хлеб, таскать всю эту еду с собой, как-то не очень правильно, потому что если я её съем, то всё, я, я снова без еды, по сути своей. Как я уже говорил ранее, для того, чтобы сделать себе бесконечную еду, нам понадобится две гармонбозы. Одна у меня уже есть, я когда-то давным-давно нашёл еле-еле в каком-то данже, и вот сейчас вторую крафчу, она делается из вот такого вот колечка, которое делается из алмазного обещания акцептора, короче, это много крови, целых 160 тысяч. Пришёл я сюда, как вы, наверное, понимаете, не просто так, во-первых, ух ты, тут черепок валяется, даже два черепа, ничего себе, прикольно-прикольно, а во-вторых, я пришёл, чтобы забрать всю кровь. У-у-у, ребята, крови-то очень много, потому что, оказывается, она ещё в пьедесталах есть, то есть я её добываю здесь, и в тёмном резервуаре она всё равно пополняется, вау, у меня просто полностью экстрактор крови заполнился, ох ты ж, боже мой, у меня нету алмаза, чтобы сделать себе алмазный блок и сделать себе этот грёбанный акцептор обещаний, ещё эти грёбанные проблемы, да хватит, пожалуйста, Майнкрафт, ну жалься надо мной, ну, окей, всё, окей, я молчу, я молчу, я иду добывать алмаз. Вот я уже и в шахсе, вот на меня уже кто-то нападает, вот лава, 13-я высота, и прямо сейчас мы попробуем порыскать, может быть, даже найдём. Алло, алмазы, попадитесь, пожалуйста, я просто умоляю вас, мне срочно-срочно надо. Нет-нет, и ещё раз нет, здесь в лаве кроме золота ничего не нашёл, ну, обидно, ладно, сейчас попробуем найти в другом месте. Ах, ну да, точно, я ж совсем забыл, у меня всё это время здесь были ресурсы около карьера края, уууу, у меня просто строчка железа и всего 14 алмазов, это даже смешно. Ну ладно, не время жаловаться, мы создаём алмазный блок, и осталось только положить его сюда. Три, два, один, поехали, и просто ждём, 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 господи, какой долгий рецепт. Я, наверное, сейчас быстренько схожу, это самое тут, это, быстренько, щас, погодите, это вот, вот, ага. Жопа! Почти, почти, я побил свой, мать его, рекорд, ну серьёзно, блин, осталось-то всего лишь 115, а, так, стоп, о чём это я, короче, чё у нас там сделать, ооо, алмазный акцептор обещаний, наконец-то, оу, е, реликтовая хрень готова, спасибо большое, при крафте не тратится, и давайте посмотрим, что она, кстати, здесь написано, невероятно полезный артефакт, это всё, о чём написано, серьёзно, это всё, что здесь указано, может быть, его хотя бы надеть можно, о, его можно надеть, ммм, интересно, понял, понял, смотрите, мне дают ускорение, то есть у меня теперь, по сути, бесконечное ускорение, и я могу очень быстро копать, нооо, это же фигня, мне это точно не пригодится. А вот, если говорить о крафтах, то, конечно же, другое дело, создаём себе вот такие вот камни дракона, и сейчас остался последний штрих из света пыли, и всё будет готово. Считайте до трёх, в течение трёх секунд мы сделаем себе гармонбозу, один, два, три, ура, всё, гармонбозы готовы, мы молодцы. Другими словами, у меня две гармонбозы, потому что одна из них хранилась вот в этом алмазном сундуке, и мы, наконец-то, с помощью неё можем сделать то, что так давно хотели, регенерирующая плоть, боже мой, только здесь ещё понадобится демоническая плитка, ну ладно, это ещё как-то более-менее без проблем, потому что я могу её сделать. Наконец-то я могу сказать это, та-там, та-та-та-там, та-там, регенерирующая плоть готов, реликтовое алхимическое кольцо, конечно же, никуда не пропало, и, о господи, наконец-то, по идее, прямо сейчас нужно просто её запитать кровью, вот таким вот образом, и я могу её кушать, только надо дождаться, пока я проголодаюсь, давайте побегаем сейчас специально, давай, давай, голодай, Рома! Блин, блинский, ну давайте, нанесите мне грёбаный урон, чтобы у меня сытость быстрее пропадала, спасибо, спасибо, давай ещё, ещё, бей меня, бей меня полностью, ну ладно, достаточно, и вот-вот, видите, сытость немножечко пропала, мы можем поесть, и ура! Сколько крови потратилось? Всего лишь 250, это реально бесконечный источник. Как я счастлив, как я рад, у меня есть ты, я тебя благодарю и говорю ням-ням! Вот, у меня, допустим, нету трёх сытостей, я начинаю кушать, и мне восстанавливается полторы, ну что ж, сойдёт, ну а теперь перейдём к более интересному, вы, наверное, помните, совсем недавно мы начали изучение вот этой огромной махины, которая хранит огромное количество энергии, а самое главное, мруку! Мруку, это такая хреновина невидимая, которую всё-таки можно увидеть с помощью специального монокля, которая разрушает даже дома, понимаете? Так вот, по идее, если мы прямо сейчас здесь всё это дело начнём изучать, всякую мру тратить и бла-бла-бла, мруку здесь появится, и, короче, он такой, ооо, тут можно всё разрушить! Но это не точно, честное слово, потому что я не знаю этот мод 100%, я его не знаю даже на 20%, и, короче говоря, мне всё равно нужно сделать вот эту хрень! Делается эта хреновина из блоков магической пластины, а уже они делаются из магической просто пластины, и вот-вот, видите, да, много магических слидков и магическая пластина понадобится! Вот так вот, потихонечку делаем себе магические укреплённые камешки, спасибо, 48 штук! И, кстати, подождите, по-моему, из этих камней тоже можно создать, давайте на всякий случай сейчас посмотрю в книге! Мда, смотрите, эту хрень действительно можно сделать с помощью магических укреплённых камней, но тогда, знаете что, будет излучение всё равно проходить! То есть тут так и написано, более дорогие блоки, больше защита от мру излучения, структура должна иметь закрытые контуры! Насколько мне известно, самое лучшее, опять же, это вот эти вот блоки, которые действительно дорого создаются, но мы можем сэкономить и сделать всё с помощью вот этого! Но, если честно, мне всё равно как-то не очень хочется экспериментировать, потому что, если я потом это всё не поменяю, а я уже тупо не смогу поменять, ну, как бы, мруку вырвется! Поэтому, даже не думая, создаём себе вот такую вот хреновину! Да, я думаю, что вот так вот много мне точно не понадобится, поэтому прямо сейчас ещё нужно магические слитки создать точно таким же образом! И только после всего этого я смогу 4 магических слитка соединить, понимаете? Соединить вот с этой магической укреплённой пластиной! Это всё пипецки тяжело и, самое главное, дорого! Самая главная проблема, это то, что у меня просто мру заканчивается! Вот, видите, у меня уже 350, вот уже и 300, я создал за это время всего лишь 14 слитков, и, по идее, я могу сделать себе... Подождите, 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 подождите! Я же могу сделать, или у меня всё равно не хватит? Давайте на всякий случай проверим! Тееееее... Нет, мне точно не хватит! То есть, может быть, всего лишь на 2-3 штучки? Нет, на 2 всего лишь! И как бы... Давай, давай, давай! Да, сделал! Но этого всё равно, чёрт подери, недостаточно! Ещё одна штуковина нужна, чтобы сделать себе 16 блоков! Блин, 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 грёбаная мру! Где бы тебя достать? Ой, я дурак, у меня, оказывается, всё это время было в камне души мру! Ой, ну, ладненько, я тогда молчу, вот у нас, по идее, сейчас всё это создаваться будет! Подожди, 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 это всё перекладывается почему-то сюда! Короче, проблемы решены! 16 блоков магической пластины созданы, и, по идее, с помощью этих 16 блоков Я могу сделать себе допустим... Так как-то не особо много я могу сделать, если так посмотреть. Мне понадобится ещё больше таких блоков. Ё-моё, где же я достану столько МРУ? Ну ладно, с этим, наверное, я буду бороться уже в следующей серии. Скорее всего МРУ я достану с помощью босса Ликанитов. А я, как вы, наверное, уже понимаете, заканчиваю. Я искренне надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, потому что благодаря вашему лайку появляется огромная мотивация. Ну и просто, если вам хочется, пожалуйста. На фоне этих двух замечательных порталов я скажу вам. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Оложка и вот такие вот изучения в этой серии. Всем удачи, всем пока, 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 пока!